Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Есть такая поговорка у нас, и мы относимся к ней маленечко с иронией, что тот, кто сам себя хвалит, тот, конечно, и неправильно поступает. Ну, правда ведь, да? Это же ироничная у нас такая поговорка. Но что тогда нужно? У нас ведь, вот смотрите, похвалить себя, поругать себя можно. Ещё что можно? Себя наградить себя можно. Я иногда вижу, особенно в Фейсбуке, как девушки-менеджеры, которым особенно под 40 лет любят себя наградить тем, что в кафешку, в ресторанчик, где-то посидеть, обязательно выставят бокал вина на фотографии и какую-то еду, что она может себе позволить, она может себя так наградить. Можно себя. Наказать себя тоже, наверное, можно, да? Ну, так ты такая всякая, я себя накажу. Но что же на самом-то деле нужно для того, чтобы иметь самоудовлетворение? А нужно, как ни странно, себя подхваливать. Подхваливать. Потому что основа всей депрессии, а мы сейчас знаем, что чуть ли не 90% населения в России находится в депрессии, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но в депрессии... Так вот, основа депрессии – это само неудовлетворенность. То есть человек неудовлетворен своим состоянием, и в какой-то степени он впадает в две формы отношения – к себе и к миру. Он ругает мир, что вот всё плохо, поэтому они мне не дают. И в глубине себя ругает себя. Что вот, чё ж я, дурак, не украл? Чё ж я, дурак, значит, такого не сделал? У меня был один интересный... Ну, не один он случай, это не один, я просто один вам расскажу. Человек, работающий в ГАИ, говорит, он 15 лет простоял на посту, просто на посту постоял, на въездном посту, значит, в город, и у него был товарищ. Они с товарищем вместе заканчивали вот это училище милицейское и были в таком небольшом, как бы, звании. Но товарищ, постояв 2-3 года, ушёл в службу слежения и типа поиска вот этих украденных машин и в конечном итоге оказался в системе, которая сама эти машины помогает скрывать или, по крайней мере, их нашли, где она что-то есть, и он, она помогает скрыть... Ну, в общем, связался с преступниками этот его товарищ. И накупил квартир. Он говорит, приезжай там чуть ли не каждый месяц. Приезжал, говорил, ох, я опять квартирку купил. Ездил на шикарных автомобилях, особенно, когда не на службу приезжал, на службу приезжал на одном автомобиле. В общем, жил припеваючи. У них был один ребёнок, и этот ребёнок просто не имел никакого отказа. То есть, вот тот знакомый, который мне рассказывал, нам было так странно, говорит, хочу, и сразу ему всё покупается, сразу ему даётся в любом виде. И, значит, интересная история у них была в том, что ещё, что они родились в один день. Вот этот мой знакомый, и тот, значит, который пошёл в преступный мир, будучи полицейским. И они праздновали всё время в одном месте. Это место, значит, в этот день собирались. И вот уже два или три года, вот он говорит, он мне сначала намекал, что что ты всё стоишь на своём посту, ну что ты всё там, что ты там имеешь, вот как ты там это проживаешь. Но в какой-то вот в последней, значит, их встречу, в день рождения, он, говорит, просто сидел и издевался надо мной. Что ты там стоишь? Ты посмотри, как я живу. Давно бы надо было переходить ко мне. Я теперь уже там, у него уже звание там большое и всё остальное. А ты вот такой вот, не знаю, какой проживаешь. И, говорит, мы разъехались в таком, значит, состоянии. Я жене говорю, слушай, может, правда, не так я как-то живу. Может, правда, для обеспечения детей и так далее надо. Ну, смотри, ничего же с ним не получается, ничего не это. Вдруг, говорит, ночью он мне снится и говорит, Володя, не делай, как я сказал. Я, говорит, такой проснулся, мне так страшно. Мне тоже сейчас страшно. Мурашки по телу идут. Вот. Я проснулся, и жена проснулась. Говорит, ты что? Он говорит, слушай, вот приснился, я не помню, как имя, Николай, что ли, говорит, ты не делай, что я сказал. Прямо, говорит, какая-то. И мы, говорит, с женой встали, так ещё решили, что день рождения надо допраздновать, тут шампанского выпили, ещё порассуждали, что как же так вот во сне вот такое говорится. Он уверял и вроде уже доказал, что надо к нему переходить. И вдруг такое говорится. И вдруг ранний звонок. Им самообщают. Этот Николай, оказывается, поехал вот с этого места, где они праздновали день рождения, и разбился вместе с женой на смерть. Нам, говорит, так это стало страшно. Нам, говорит, это так стало. Дальше они вот смотрели. Этот ребёнок оказался у бабушки и дедушки очень престарелых, у которых денег особенно нет. А он, оказывается, не понимает, что такое есть просто кашу. Он не понимает, что у него, значит, могут быть отказы какие-то. Он прямо в истерику, значит, падает. И ничего с ним не сделаешь. А квартиры все были оформлены на всяких лиц. на друзей, на подруг, и так далее. И когда попытались их спросить, а где квартиры его, никто не признался. Никто. И даже та квартира, в которой вот они с женой жили, она оказалась, ну, типа, в ипотеке, что ли, или ещё что-то. Ну, то есть она, он специально её не оформлял на себя. Она тоже оказалась вне этого мальчика и бабушки, и дедушки. То есть и её потеряли. Вот. Вот что произошло с человеком, который не критически к себе относился, и других, значит, ругал, что они не могут себе критически относиться. Но при этом, вот, что мы должны, какой вывод-то вот из этого сделать? Что всё-таки критическое отношение к себе это вполне реальная и нужная вещь. Единственное, что не надо усугублять его вот до такой степени, что вот, как вот второй-то, он же мучился, а чуть он не перешёл. Вот. А чего это? Он тоже в какой-то депрессии находился. Даже мы познакомились, потому что они не знали, что дальше делать, поскольку, значит, некое такое состояние происходит. Вот. И по этому вот самоедение, переходящее в печаль, в уныние, в скорбь, ещё тоже вот не стоит, значит, это, и в бездеятельность в конечном итоге, то есть в депрессию, у нас нет такого, или лень у нас есть как грех, что у нас есть? Ну, лень – это не грех, ну, это грех, но как бы вот не к этому, наверное, относится. Вот. Они приводят людей к бездеятельности. То есть начинает тот, кто себя ругает, вот так, даже подсознательно, начинает вот быть в такое положение, где он что-то не может сделать, и у него ничего не двигается. И поэтому вот этот иронический, значит, фраза «сам себя не похвалишь, никто не похвалит» на самом деле должна быть у вас ну, хотя бы каким-то небольшим инструментом самоуспокоения и саморадости и самовеселья. Господь же говорит «радуйтеся». То есть это глагол повелитель наклонения «радуйте себя». Ну и почему бы тогда действительно не порадовать, если вы сделали хорошее дело? То есть сходили в храм, причастились, ну, похвалите себя, молодец, сходил, у меня хватило сил, да ищи, ищи, вот все это, это же здорово, это вот, сделали доброе дело какое-то человеку, ну, хорошо, не ругайте себя за то, что время зря потратили, деньги потратили, там вещи отдали этому человеку, вот, а похвалите маленечко себя, порадуйте себя и возвеселите себя. Вот такая получилась беседа, которая закончится тем, что только вы сами можете в себе развить эту радость. Только вы. только вы. Потому что это внутреннее состояние. Вокруг вас могут тут бегать, прыгать, всякие, значит, шуты, шутихи и так далее, но если вы не захотите обрадоваться, если вы не захотите себя порадовать и похвалить за то, что порадовались, то ничего не произойдет. Ничего. Так что здоровья вам, радости вам всем веселья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok